Страдают от холодов и европейцы, например, в некоторых районах Болгарии. Температура упала до минус 25 градусов, а из-за снегопадов на дорогах сложилась не самая простая ситуация. В Греции снегом замело лагерь для беженцев, причем среди них те, кто зимних осадков до этого не видел никогда. Можно представить, насколько сильно эти мигранты шокированы таким «теплым» европейским приемом. Засталось и итальянцам, особенно тем, кто минувшим летом пострадал от землетрясения и до сих пор живет в домах с неполностью восстановленной инфраструктурой. Теперь им приходится мерзнуть и передвигаться по 20-сантиметровому снежному покрову. Одеваться максимально тепло пришлось и жителям Парижа. Сейчас термометр, правда, там показывает плюс, но пару дней назад было весьма морозно. Многие предпочли вообще не выходить из своих домов. А в Финляндии морозные сейчас, на севере страны в Лапландии зафиксирован температурный рекорд – минус 42 градуса по Цельсию. Непогода повлияла на движение поездов, некоторые вообще сняли с рейсов. Потепление ожидается очень нескоро, а всего в Старом Свете около 30 человек замерзли насмерть. В Румынии поднялись метели, ветер настолько сильный, что пешеходам трудно устоять на ногах. Ну а водителям приходится ездить в условиях, мягко говоря, не лучшей видимости. Снегопады спровоцировали настоящий транспортный коллапс. Спасатели получили несколько тысяч вызовов от автомобилистов, которые оказались заблокированными на дорогах, некоторые семьями, включая маленьких детей, или ненароком съехали на обочину. Без помощи у профессионалов в таких ситуациях не обойтись. Вот и приходится экстренным службам аврально трудиться в круглосуточном режиме. Машины выкапывают из снега, трассы пытаются как можно более оперативно расчищать. Впрочем, и этих усилий пока не хватает.